Сейчас я представлю вам двух российских ребят, продюсера и режиссёра фильма Like, Share, Repost Александра Томилина и Станислава Шелестова. Ждём, когда ребята выйдут на сессию. Фильм участвует в конкурсной программе в номинации «Чёрная короткометражная комедия». Здравствуйте, Александра, здравствуйте. Да, там сейчас Станислав, наверное, ещё сейчас подсоедит. Принимаю его, да, тоже принимаю. Здравствуйте. А вот и я. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Мы в таком карантинном режиме. Замечательно. Давайте теперь познакомимся в эфире. Давайте. Расскажите о себе, представьтесь о своей, расскажите о съёмочной команде и что привело вас в кино и как появился в итоге фильм Like, Share, Repost, который мы сегодня посмотрим. Я продюсер, режиссёр, педагог по актёрскому мастерству, закончила институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, стала преподавать метод Ли Страсберга для актёров, сотрудничаю с Лулой Коэн, не знаю, слышали вы про неё или нет. Через две недели будет её мастер-класс в Москве для актёров. И помимо этого я поставила два спектакля иммерсивных в Москве. Один из них в Нью-Йорке был на гастролях. И, собственно, два актёра из этих двух спектаклей, один из одного, другой из другого, они оказались в этом фильме. Like, Share, Repost. Потом наша первая совместная работа со Станиславом была «Виртуальная реальность». Это в 360. И с этим фильмом мы в 2017-2018 годах были тоже на всех фестивалях, выиграли в Лос-Анджелесе, стали полуфиналистами в Амстердаме, в Индии. Это наш второй фильм Like, Share, Repost. И сейчас он по многим фестивалям уже проехался. Я не знаю, видели вы или нет там список такой фестивалей, на которых он был. Я, Александра, впечатлена, конечно, вашим. Вы прям такие оба со Станиславом селебрити, прям звёзды. Не знаю. Мы стараемся. Станислав, расскажите о себе. Да, давайте. Меня зовут Станислав, фамилия моя Шелестер, если кому интересно. Пока ещё. Я режиссёр этого фильма Like, Share, Repost. Это, как сказала Александра, наша вторая работа совместная. Так получилось, что мы живём всё-таки в современном мире, да, в 21 веке. И вокруг нас вот это вот информационное поле. Очень много вот этих, не сказать, что блогеров, а вообще вот людей, которые безответственно что-то делают. Такое, как бы просто есть желание добавить себе просмотров, добавить себе зрителей, что-то такое. И вот хотелось над этим немножко посмеяться, и чтобы зритель задумался, наверное, в какой-то ответственности поступков. Я так, ну, если честно, я подумала, что накипело. Потому что у меня каждый раз, когда я захожу в какой-нибудь Инстаграм, у меня прям, ну, бесит. Ну, не буду открывать. Вы не представляете, когда мы стали, когда я только писал этот сюжет, ещё не было такого. То есть было на слуху, да, какие-то моменты, что-то там где-то всплывало. Потом мы сняли фильм, да, там все посмеялись. А вот со временем уже вот, да, там уже сколько, год проходит, да, что-то большее. Просто волосы на голове встают дыбом, когда очередной какой-то там вот этот, не знаю, блогер. Сухой лёд тот же, да, чего стоит. Да, пытается, что-то такое всплывает, и ты думаешь, боже мой, я же это как шутку писал, да. Ребята, что вы делаете, как так можно? Давайте расскажем про команду, да. Могу я рассказать? Давай я расскажу про команду. Давай, давай. Во-первых, конечно же, ну, сценаристом, режиссёром был Стас, монтажёром тоже. Да, мы всё. Мы многое совмещаем. Так как это короткий метр, независимое кино, то я там была и продюсером, и кастинг-директором, и коучем по актёрам. И, ну, много приходится делать одновременно, когда это короткий метр, да, и независимое кино. Актёры, которые там, Алексей Иванков, который в жёлтой футболке, для тех, кто посмотрит, он много где снимается. Он играл в спектакле «Хотят ли русские войны» в иммерсивном спектакле. Прекрасный актёр. И когда, ну, мы поняли, что он может делать многое, что он очень гибкий, то взяли его, конечно, в фильм. Ну, и он очень подходит под этого персонажа. Николай Молоков, актёр театра «Док», играл в моём спектакле «Пассажиры», вот который в Нью-Йорке был. Но он в Москве тоже шёл до пандемии, интерактивный спектакль. Также Николай сейчас во время изоляции сделал потрясающий какой-то перформанс, когда передают управление твоим компьютером другому человеку, зрителю, и он может сделать от имени тебя в компьютере всё, что угодно, а ты за этим наблюдаешь. А написать от твоего имени, удалить, там, ну, это примерно как Марина Абрамович в Музее современного искусства в Нью-Йорке, когда она давала нож зрителям, и они могут с ней сделать всё, что угодно. Ну, это то же самое. Ну, Николай такой экспериментатор, да. Он вот в чёрно-белом костюме. Лена Емельянова, актриса, она играла в мюзикле «Остров сокровищ», в спектаклях, во всяких таких костюмированных, очень интересных. Ну, со всеми актёрами было очень легко и удобно и приятно работать, все молодцы. Помимо этого, у нас был потрясающий гример. И гример как бы больше как пластический грим и спецэффекты. Сергей Ромбок, вообще просто замечательный человек. И я не буду раскрывать, что он делал на площадке, потому что, как бы, ну, для тех, кто не посмотрел фильм, это, конечно, будет спойлер небольшой. Но то, что он там в руках носил по площадке, это, конечно, ну, смотрелось странно. Потом пиротехники, трюкачи, ну, тоже очень крутые ребята. У нас всё получилось с одного дубля, по-моему, да, с одного или с двух. Смотря какой момент, ну, да, один-два, это не больше. Да, и вот вообще всё было легко, да. Оператор Кирилл Ханенков, мы вообще его выписали из Хабаровска, тоже потрясающий человек. Мы подумали, что он лучший в этом плане и просто взяли его и пригласили. Он был оператором-постановщиком. Оператором к нему был Евгений Антипов. Он очень много фильмов снимает, у него там огромные шаурилы. Просто тоже крутой человек. И ассистенты по локации Денис Коротков. И так, чтобы никого не забыть, Леонид Селеменев, бэкстейдж-фотограф. Майкл Джон у нас был ассистент по производству. Бессменный наш ассистент. Да, бессменный ассистент. Звукорежиссёр был потрясающий, Андрей Коновалов. Команда вся просто супер. Да, можно только сказать огромное спасибо ещё раз. На каждой встрече, на каждом показе мы это говорим, потому что нам тьфу-тьфу-тьфу с командой очень везёт. Каждый раз. То есть это у нас, понимаете, это короткий метр, ограниченный бюджет. Да, мы сняли всего за две смены. Да, как раз хотела спросить, сколько вообще полный цикл занял. Ну, кроме, вот две смены это съёмки. От момента написания сценария до выхода сколько прошло? От момента. Я за него сел в апреле, а начали снимать мы в августе, да, по-моему, это было? Да, мы сняли в августе за два дня. Да. А после съёмки монтаж. Да, после съёмки монтаж, монтаж был. На самом деле это заняло долго, потому что я помню, что на фестивале мы начали поддаваться в конце января следующего года. То есть где-то с августа по январь это всё было, ну, монтаж и цветокоррекция. Вы похулиганили на короткометражках. Какие следующие планы? Когда будет Голливуд? К тому же вы с Америкой уже практически на «ты». И когда полный метр? Вы знаете, да, это как пословица. Хочешь рассмешить Бога, да, скажи ему о своих планах. То-то, ну, по вот этому сюжету он вряд ли превратится в полный метр. Ну, на самом деле, если у нас многие спрашивают, им нравятся эти персонажи, многие хотят сериал с этими персонажами, чтобы с ними что-то случалось. Если будет предложение по дистрибуции, канал, платформа, то я, ну, как бы, в принципе, мы готовы, мы открыты поработать над персонажами, и Стас готов написать мне много серий для этих персонажей. Полный метр, ну, как мы видим, там сложно из этого сделать полный метр. Ну, а если другие, ну, предположим, другой сценарий, не обязательно. А если брать другие, да? А, другие фильмы, да, мы сейчас работаем над другими фильмами. Как обычно, планов у нас полно, да, и работа не стоит на месте. Очень много, да. Это прекрасно, что нет никакого творческого кризиса. Ну что ж, про жанры. Раз уж мы на комедийном кинофестивале, поделитесь, какие комедии вы любите, кого из режиссеров комедийного жанра уважаете, цените, и на кого, может быть, равняетесь. Так, это, на самом деле, целый список, может быть, потому что я обожаю комедии с детства. Я просто, ну, как-то посмеяться для меня – это вообще первое, наверное, дело святое, которое можно придумать в моем каком-то расписании дневном. Я очень люблю советские комедии, и очень люблю комедии американские, ранние, которые были в 90-х где-то шли. Это Джим Абрахам с «Братья Цукер», это комедии с Джимом Керри, естественно. То есть у меня нет такого какого-то списка комедий, которые были бы не на слуху, наверное, у зрителей. Единственное, что я недавно обнаружил, что не такая комедия есть, она почему-то забыта, называется совершенно секретно. Это пародия на шпионские фильмы, только не в стиле Остин Пауэрс, вот эта вот шпионская, а там во Второй мировой войне происходит событие. Это тоже такая пародийная комедия. Вот, наверное, это, естественно, весь гайдай, это начиная от его короткометражек и заканчивая полными метрами. Я просто не знаю, сколько времени у меня есть, я могу про кино говорить бесконечно абсолютно. А можно я тоже скажу про свои комедии? У меня комедий не так много, потому что у меня есть список фильмов большой, любимых, но из них я выбрала, я увидела, что там есть три комедии, и всё. Потому что я больше, у меня, наверное, больше драма вся такая. Но я поняла, что мне очень нравится это с Чарли Чаплином комедией, ну вот «Золотая лихорадка», например. Мне очень смешно, потому что там всё так абсурдно, и они в это настолько всерьёз верят, что, ну, просто, ну, смешно. А потом, мне нравится, когда комедия и немного драмы. Вот, например, «Собачий полдень» с Альпачино, «Синий люмит» режиссёр. Там как бы всё смешно-смешно, но в конце печально. И ещё недавно я посмотрела «Короткий метр», может быть, вы смотрели «Добрый день». Чёрный юмор, мне было очень смешно. Режиссёр Ольга Дипцева, он был на нескольких, ну, на многих фестивалях. Он несколько лет по фестивалям ходил, он минут 9-10 длится. Сейчас вышел уже на Ютьюбе просто, можно посмотреть. «Добрый день» называется. По-моему, мы очень смеялись. Да, да, да. Ребята, пожелайте, пожалуйста, зрителям и участникам что-нибудь, слова напутствия. Я хочу, наверное, зрителям больше сказать вашего фестиваля, и вообще всех фестивалей. Огромное спасибо за поддержку этих фестивалей, потому что без зрителя не будет фестивалей, не будет нас, потому что мы как начинающие люди, да, мы всегда работаем с вот этими вот фестивалями, которые нас продвигают куда-то. И для нас это большой шанс на самом деле. Даже какой-то маленький фестиваль незначительный может для нас сыграть какую-то роль. И даёт нам шанс вырасти куда-то дальше. Поэтому огромное спасибо зрителям за поддержку фестивалей. Смотрите кино. Я бы хотела сказать такие слова напутствия, что когда вы соберёте что-то делать ради популярности, подумайте о том, как бы не стоит ли на кону ваша жизнь. Да, и думайте дважды перед тем, как что-то делать. И там, ну то, что у нас в фильме, да, когда мы в Техасе выиграли вот в октябре в двух номинациях, нас тоже попросили сказать что-нибудь. И мы говорили, don't try it at home. Не пытайтесь повторить это дома. Ну, на самом деле... Думайте о последствиях. А? Думайте о последствиях. Да-да-да. Но на самом деле зрители и там кинематографисты, которые идут, там учатся на своих ошибках, у них всё получится. И несмотря ни на что, всё будет хорошо. Я думаю, такие слова. Мы в это верим. Прекрасная, повершающая нота. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.